Температура 20 градусов с утра. Вода чистая, чистейшая. Озеро Тургаяк примерно на километр. Зло, у меня все современное. Могу снять штаты и вообще понимать, кто там что подумает. Старенький, прелесть, ты тоже красивая, да. Почему-то вспомнилась Анапа, Сочи, холодная, не холодная, но зато какая чистая, Зак Тургаяк. Привет, друзья, новый выпуск и мы на озере Тургаяк. Итак, отдыхать мы будем в двух местах. Место номер один – отель-клуб Золотой пляж. Место номер два – это отель Крутики. И посмотрим, как отдыхается на этом прекрасном уральском Байкале. Погнали! Наталья нашла все-таки расческу, потому что в путешествии все обычно теряется куда-то и не помнишь, куда засунуть. Потому что вот так все лежит, вот так, в заднем сиденье, в бардачке, что-то в номере, что-то в рюкзаке, что-то вот в малом рюкзаке, и я все время все теряю. Я нашла расческу, в общем, я очень рада. Кстати, вот так, ребятки, мы порой переодеваемся. Иногда лень заносить наши сумки в номера и гостевые дома. И прямо здесь вот переодеваемся. Я уже даже стесняться, кстати, перестала. Могу снять штаны, надеть шорты на себя. Вообще плевать, кто там что подумает. Заселились мы в апарт-отеле «Пески», а именно в шале имени Олега Митяева, или еще его называют «Дом Олега Митяева». Солнышко вышло, классная погода, и сегодня мы с Натальком вам расскажем про этот прекрасный курорт в Уральских горах озера Тургаяк. Первым делом, ребята, когда попадете в комплекс «Золотой пляж», нужно подняться на ресепшн. Рецепшн находится в главном корпусе, где расположен апарт-отель. Он называется «Тургаяк Сити». Восемь этажей, а внизу подземный паркинг. Ну и наверху можно поставить машину, мест достаточно много. Главное, как только про эти шлагбаумы, не забудьте заехать сюда за ключами. Напротив главного корпуса Тургаяк Сити находится вот такой вот пруд, отток от озера Тургаяк, и вокруг этого пруда, залива, находится такая вот импровизированная набережная. Входим в главный корпус, ресепшн, здесь встречают нас два массажных таких вот кресла, золотой пляж-клуб-отель Тургаяк. Оставляем депозит, когда получаем вот такие вот электронные ключи. 1000 рублей один ключик стоит. Еще один, ребята, лайфхак, когда будете бронировать номер в отеле, например, по телефону, не забудьте сказать, что вы приедете на машине и пора диктовать по телефону номер машины. Тогда у вас без проблем быстро поднимут шлагбаум и запустят на территорию. Давайте вместе с вами прогуляемся по этой большой, огромной территории. Наталья в холоде, ты как медицинский работник, санитаркой поустроилась под работой. Здесь всего лишь 20 градусов и солнышка нет, не позагорали на машину. Солнышка то есть, то нет. Видите, ребята, облака, то солнце, то облака. Парковочные зоны, еще одна парковочная зона, а дальше все, ребята, стоп, проезд запрещен шлагбаум. Ну, мы начнем свой рассказ об отеле, наверное, с пляжа. Как ты считаешь, правильное решение начать с пляжа? Да, главное найти, еще знаю. Береговая линия усажена, либо хвойные породы, либо такие лиственные, в основном березки. Вот он, символ Тургаяка, олень. Не знаю, почему олень, но олень. И любуются красивыми видами Уральских гор и озеро Тургаяк. Офигеть, да? Такая узкая береговая полоса. Пляж с чистейшей водичкой. Но я вам еще ее покажу. Даже отсюда видно, там на глубине трех метров камешки лежат. Чистейшая вода. Пляж огорожен. На солнце это все, конечно, красивее, живописнее. Нашел Наталька. Топчан она не заняла, но нашла какую-то скамейку. Но два топчина Наталья все-таки урвала. Молодец. Шустрые. Только люди ушли сразу в ходе. Сами видите, ребята, на этом пляже места не очень много. Так-то вообще пляжей много разбросанных по территории. Километра на том, кстати, на том берегу тоже есть, где покупаться. Но именно центральный, центральный пляж, вот он здесь вот один такой. А чего у тебя лицо сморщилось? Холодно. Холодно? Да, ребят, какое-то похолодание пришло. Температура 20 градусов с утра всего лишь. Но вода, смотрите, какая чистая. Даже шишечка плавает с основы. Чистейшая вода. Сейчас солнце выйдет, подсветит все это дело. Будет офигенно. Вода с утра градусов 20. Наталья снимает рельсы, сторис. Я тихо говорю, чтобы ей не мешать. Блин, солнце опять ушло. Оно то заходит, то выходит. Слушай, ну халат тебе идет даже круче, чем в этом купальнике твоем леопарду. Смотри, как классно. Знаешь, чего не хватает, Наталья? Контрасты. Правой руки знаешь, чего не хватает? Чашечки кофе. Или бокал с опиролем. Мальдийский песок с краплениями сосновых шишечек. Вообще классно. Ну и веточки, конечно, куда же без них. И водичка чистейшая, чистейшая водичка просто. Смотрите, ребята, какая вода чистая, чистая. Дно такое приятное, мягкое. Обалденье. По градусам вода, наверное, градусов 19-20. В первой половине дня она еще не прогрелась. Я могу сказать вам не зря. Тургаяк называют вторым Байкалом или уральским Байкалом. В чистоте воды Тургаяк занимает второе место после Байкала. Чистейшее озеро, чистейшая вода. Давайте быстро покажу вам пляж со стороны озера. Вот такая узкая полоса. Деревья, березы, сосны. Здесь вот такие валуны. Маленький кусочек Сейшелл. Похоже чем-то. И возвышается на этих валунах гордый олень. Здесь вы можете взять сапы напрокат, покататься. Кстати, очень много прям людей берет, катается. В общем, прикольное, ребята, место. Обычно я рекомендую посетить то или иное место ближе к концу выпуска. А здесь уже в самом начале я вам рекомендую. Must have, must visit. Одно из лучших мест Южного Урала. Да и вообще, наверное, в целом по России. Классное место, красивое озеро. Территория отель-клуба пролегает вдоль озера Тургаяк примерно на километр. Грубо говоря, посередине территории пролегает такая асфальтированная дорога. Слева береговая линия, зона для купания, отдыха. А справа это жилой фонд. Школа путешественников Федора Конюкова. Здесь проходят всевозможные летние активности в детском клубе. Также можете заказать себе прогулку на квадроциклах. Судя по грязному борту и колесам, сегодня ребятки уже катались. Слева мы наблюдаем прокат. Здесь можно взять на прокат всевозможные водные и спортивные атрибуты. Вплоть до масок, пласт. Заказать здесь сноуборд. Заказать здесь саппорт. Жилой фонд представился всевозможными видами. Шале, домов, коттеджи. Такие вот здоровые дома, смотрите. Мы с Натальей заказали себе дом. Шале. Дом Олега Митяева. И кроме того, здесь есть один большой такой корпус. Апарт-отель. Он называется Тургаяк Сити. Там же находится рецепшн. Раз, два, три. Наш вход в третий. Третья лестница. Такие вот браслетики. Так это удобно. Просто одеваешь на руку, прикладываешь двери. Все, пожалуйста. Самое время показать, ребята, вам наше жилье. Давайте начнем с балкона. Рубрика из нашего окна. Белые и розовые цветочки. Открывается вид на Сосновый бор и озеро Тургаяк. Просматривается хорошо. На балконе у нас два стульчика и раскладной столик. Прямо перед шалеем Митяева находится парковочная зона. Если вы приедете, ребята, на машине, скорее всего, приедете на машине. Вот здесь место просто немерено. Здесь нас встречает своей красивой улыбкой Мишка. Большое двузонное пространство. Это как бы первый нижний уровень. А на втором уровне находится кухонная зона. Давайте посмотрим. Умывальник. Набор посуды. Рюмки. Фужеры. Чашки. Вилки, ножи. Ложки. Открывашки. Электро. Печь. Микроволновая печь. Такой холодильник. Выше меня рост. Двуспальная кровать. Кресло. Телевизионная панель. Прихожая. Вешалки. Обеденный стол. Три стула. И здесь маленькая кровать, как третье дополнительное место. Шкаф-купе. Давайте посмотрим, что здесь есть. Опа. Вешалки. Самое интимное, чистое место. Гальон. Озеро Тургаяк. Делайте свои дела и любуйтесь озером. Грибочек. Леечка. Душевые принадлежности. Все положили нам. Халаты. Полотенца. Конечно, фен. Фен это вообще просто здорово. Зеркало. Лупа. Шапочка для душа. Шампунь. Кондиционер. Мыло. Стоимость шале в доме Митяева. Самый высокий сезон. 14 тысяч 500 рублей. Вместе с завтраком. Подробно про домики и коттеджи шале я не буду вам рассказывать. Это просто будет очень долго. И куча цифр. Поэтому мы... На сайте ссылка в описании. Добавим все. И там можете все посмотреть. Там очень подробно. Даже более чем. Все расписано. Идем дальше. Здесь у нас такой скалодром и веревочный парк. Вот ценник я вам показываю. Примерно. Чтобы вы знали. Нажимайте на паузу. Смотрите, если интересно. Либо сюда приедете и все сами поймете. Трассы здесь протянуты. Веревочные. Между стволов. Хвойных деревьев. Веревочный городок делится на детскую, подростковую и взрослую трассу. В зависимости по возрасту можно подобрать себе препятствия. Пока тут рассказывает Наташа вам про веревочные трассы. Чуть на этих камнях не грохнулась. Все для вас. Да, тут кстати красивый вид тоже открывается. Здесь куда не встанешь на какую точку, везде красивый вид. Волуны, камни, сосны, березы и конечно гладь озера Тургаяк. Спускаемся к воде. Ребята, смотрите. Смотрите просто. Это просто великолепие какое-то. Не знаю, камера передает, но водичка прозрачнейшая. Просто бомба какая-то. Еще немного цифр я вам скажу. Не буду много говорить, чтобы не засорять вам мозг. Ширина озера около семи километров. Длина озера тоже около семи километров. Но самый главный показатель прозрачность. Прозрачность озера, ребята, семнадцать с половиной метров. Озеро Тургаяк является одним из самых прозрачных озер, пресноводных озер в России. Здесь вы можете, ребят, взять на прокат самборт, как я уже говорил. А также забронировать прогулку на катере или яхте. Ценник яхты пять тысяч один час. На яхте можно прокатиться и полюбоваться видами самого озера Тургаяк и Уральскими горами. Либо же сплавать на полуостров Веры. Ох ты, здесь еще один пляж или, так скажем так, пляжная зона. Но только без песка здесь такое травянистое покрытие. Топчаны, как любит Наталья говорить. Топчаны или шезлонги? У меня шезлонги, у меня все современные. А у меня топчаны. Давайте посмотрим, здесь вход в воду какой. Да, здесь нет такой песочной зоны, песочного спуска. Как-то, блин, здесь больше такой кусочек Крыма, наверное, или Сочи. Да, Наталья? Вот так вот по камешкам, как по ступенькам спустились. И бегом ныряем в прозрачнейшую воду озера Тургаяк. Вот здесь, ребята, что еще есть. Спа-центр, где вы можете получить следующие услуги. Термозона, косметология, пульсовая диагностика, традиционная китайская медицина и рефлексотерапия. Ну, фитобар тут тоже есть, на втором этаже термального комплекса. Зашли в зону мангальных беседок, мангальных зон, где вы можете спокойно, с удовольствием и не спеша пожарить мясо. Зона находится в таком вот сосновом бару, рядом вот с этим пляжем. Раз, беседка. Два, три, тут я вам сейчас много буду перечислять. И вот целая большая зона для жарки мяса и отдыха. Вот мангальная зона номер пять. Видите, сколько здесь зон много. Это, конечно, ребята, за дополнительную плату. Стоимость одного часа пятьсот рублей. Пионерский костер платный. Обращаться в пункт проката. Прокат я вам, ребята, уже показывал. Просто можно огромной группой собраться. Хоть на выпускной, хоть и на какой-нибудь юбилей и второй свадебный день. В рыбацком стиле оформлена сетка. Рядом с мангальной зоной находится такой вот полудикий, уединенный кусочек природы. Я ее называл, это коса. Где можно просто посидеть, подумать, помедитировать и встретить закат. Ребята, смотрите, какой шедевральный просто закат над Тургаяком, над Уральскими горами и над этим прекрасным чистейшим озером. Зашли в ресторан, называется Golden Beach. Наталья выбирает блюдо. Главный вид из окна. Оба! Да? Видок какой на озеро Тургаяк. На первое блюдо я взял себе борщ с жареным черным хлебом и крученым салом. Хлебная тарелочка. А Наталья взяла у нас? Какой-то венгерский суп фере. Венгерский суп гуляш, да, по-моему, называется? Вкусно. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Второй мы взяли. Телячьи щечки, картофельное пюре и томатный соус. А Наталья тоже не отличилась оригинальностью. Точно так же взяла. Телячьи щечки. Мягкая. Нож прям как заходит, как в масло, как в манную кашу. Да, это во рту, ребята. Надо пить. Обалдеть. Рекомендуем телячьи щечки на озере Тургаяк. А еще, ребят, напротив озера Тургаяк находится еще одно маленькое озеро, называется Инышка. Давайте пройдемся через узкий перешей и посмотрим. Вот такая лесенка ведет. Переходим вот в такую возмышленность. И здесь баня. Баня на озере Инышка называется. Какое название красивое. Инышка. Ты никогда не слышала про озеро Инышка? Я тоже никогда не слышал. Ну, вроде такое живописное. Живописное. Это не такое чистое. Как-то занят. Блин, ну, кажется, живописное довольно-таки. Да, оно такое чистое. Блин, тоже прикольно. Сосны, наверное, на противоположном берегу. Такой стучек. Садись, Наталья, посидеть. Ну, круто же, Наталья. Мы на озере Чаолан. Озеро Чаолан. Таилан. 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 Вот оно какое, оказывается, ребята. Озеро Янышка. Янышка. Обалдеть. Ой, закат нас. Вот банька со стороны. Озеро Янышка. Но оно не такое чистое, как Тургаяк. Оно имеет замкнутый контур. То есть, наверное, не сочное. Поэтому видно, что цветет. Но вообще по живописности очень красиво. На противоположном берегу вот склон вот этой совки. Он весь в соснах. И кедры. Очень красиво, ребята. Мы решили сегодня пообедать у нас в Рыбацкой пристани. Вот, ребятки, вам, пожалуйста, меню. Ценник. Просто, ребята, обед. Нет, ребят, не просто обед. Обед с такой вот красивой картинкой на озеро Тургаяк. К аромату вкусной еды добавляется запах свежести воды озера Тургаяк. Мы даже с Натальей поэтому сели не напротив друг друга, а сели рядышком. Чтобы любоваться вот этой вот красивой телевизионной картинкой. Прямо живые природные обои. Ну, в общем-то, и все. Полюбовались. А теперь мы вам показываем, что мы взяли. Салат оливье, куриный шашлык, подача с зеленью, лавашом и красным соусом. Одинаково Наталья тоже самое взяла. Картошечка фри и клюквенный морс. Залив и идет вот до того мыса. И вдоль вот этого залива находится вот такая вот, ну, скажем так, набережная. Оригинальные лавочки. Просто две коричневые доски на бордюре, на парапете, каменном. Вот, пожалуйста. Слева находится коктейль-бар. А вот в этом белом шаре, вот в этой сфере находится кальянная. Кальян-бар. Такая зона релакса. Отдыхаете, любуетесь озером. Загораете в хорошую погоду. И больше ни о чем не думаете. Причем этих скамеек, лавочек, их очень много. И они прямо расставлены по всему периметру залива. В этом плане администрация и работники отеля Золотой пляж, конечно, молодцы. Что не скамеечка, то зона для отдыха. Или даже фото зона. На каждом углу, где не пройдешь, в каждой части, на территории, везде чувствуется забота, отдача. Везде чувствуется, что о нас думают, об отдыхающих. Это очень приятно. Это выражается даже в таких мелочах. Вот смотрите, скамеечки. Скамеечки, скамеечки. Не надо стоять над душой у кого-то. Или придешь, так бывает в парке. Хочешь посидеть на скамейке, заняты. Вот здесь бабулька, вот здесь мамочка. Или ее вообще нет. Здесь их просто немерено. Этих скамеек. Отдыхайте. Мы сейчас хотим обойти весь этот залив по периметру и выйти на мыс. Но Челябинская область и Екатеринбург еще впереди. А кто не посмотрел наш выпуск из Башкирии с города Уфа, обязательно посмотрите. Ссылку оставляем в описании под видео. Даже здесь лавочка есть, ребятки. Ну лавочка, лавочка. Смотрите, какой отличный вид открывается. Панорама 360 градусов на эту уральскую жемчужину. Озеро Тургаяк. Просто обалдеть. Где ты говоришь, лавочка еще? Вот еще лавочка. Даже здесь лавочка есть. А сейчас, ребятки, я вам покажу маленький кусочек Сейшела. Кто был на Сейшелах, отзовитесь в комментариях. Похоже, нет? Валуной. Ну а вот это, ребята, конечно, тупчины или жаки. Это Мадын России. Как говорит Наталья, Мадын Чина. Скорее всего, Чина, да. Но природа классная вот на этом островке, на этом мысе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо отель-клубу Золотой пляж. Но мы переезжаем в другой отель. Называется Крутики. Какое название классное? Крутики. Расстояние между двумя этими отелями около трех километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встречают веревочным городком. Детишки играют. Анимация. И такие вот цветочные клубочки. Красивые. Так, входим под зонт, под шар, под сферу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Отел-котедж Крутики. Быстро зарегистрировались, оформились. Заходим, ребята, смотрим. Нас встречает светлый номер в бежевых тонах. Супер-просторная комната. Двуспальная кровать. Диван. Стол. Пока вот плазменная панель. Телевизор. Ой. Зеркало. Зеркало. Шкаф с кучей вешала, кстати, редко. Смотрите, ребята, какая гардеробная. Блин, давно такого не видел, чтобы в номере была отдельная такая гардеробная. Мини-бар. Смотрите, какой мимишный кошачий детский чайничек. Прямо на одну кружечку. Такая же мимишная открывашка. Такой же мимишный пультик. Набор чая. Гринфилд черный-зеленый. Две воды. Вот такое вот приветствие, скажем так. И такой варек небольшой. Холодильничек. Индезит. Ну, не менее просторная ванная. Ванная, как вы любите. Как настоящая такая, советская. Я, конечно, больше люблю душевые кабинки, но тебе нравится ванная. Вот, пожалуйста. Не, мне тоже душевые кабинки. Да, зачет. Ну ладно. Унитаз, фен и ванная принадлежность. Два шампуня, гель для душа и мыла. Нету, к сожалению, зубных щеток с зубными пастами. Зато есть фен. Вот фен это вообще показатель, блин, сервиса. Вот Наталья тут развесила свои причиндалы. Смотрите, какой набор. Тревел набор парфюмерный. Ну, обычный, вроде, кейс такой. Бокс, который Наталья здесь забила разными флаконами, тюбиками. Вообще, Наталья, она, конечно, бутылечница, бутылочница всегда была. Огромные флаконы раньше с собой возила. А сейчас вот все умещается вот в этот небольшой компактный набор. На самом деле, у меня здесь вся моя жизнь. Это вот такой вот гель для умывания. После геля для умывания я обязательно пользуюсь вот таким тонером. После тонера у меня сейчас как раз я наношу сыворотка специальная. В аэропорту, кстати, увидела корейская, классная. Ну, а также у меня здесь есть и гель для душа обязательно. Шампунь. Специальный спрей для объема волос. Крем для лица. Спрей для того, чтобы волосы легко расчесывались. Бритва. Еще тюбик шампуня. Лосьон для тела. Ватные диски. Мини-зубные пасты. Ватные палочки. Все, что нужно, можно с этим просто жить. На полгода спокойно в Таиланд, да? Куда-нибудь. На полгода, конечно, не хватит. Не хватит. Но можно спокойно пополнять и с этим ездить. Девочки меня поймут. Смотри, какая большая здесь кровать. Широкая, шикарная. Диванчик. Рабочая зона. Рабочий стол. Пол. И давайте по традиции. Рубрика из нашего окна. А из нашего окна. Бассейн видна. Бассейн. Крыша покатая синяя. И бассейн. Стоимость этой категории номера 7500 рублей за сутки. Завтраки входят. Большая фишка отеля Крутики. Это, конечно, наличие закрытого и открытых бассейнов. Кстати, вода подогревается. 30 градусов на табло. Светится 30 градусов вода в бассейне. Ну, правда, нет лесенок, чтобы туда спуститься. Наталья сейчас будет заходить в воду в естественном бутиле. Наталек кайфует. Горячая? Теплая. Теплая. Стоимость хамама и бассейна входит в стоимость жилья в отеле Крутики. Нужно попить чай. Прямо рядом с бассейном. Система от защиты от детей. Экотроник. Надо нажать одновременно две кнопочки. Красную и черную. И пьете чайковский. За Крутики. За Тургаяк. Решили пройти по территории и дойти до местного пляжа. Две минуты ходьбы. И мы на пляже. Близ отеля Крутики. Ух ты. Сразу на закат попали. Красотища какая. Солнце заходит за гребни Уральских гор. Вообще классно. Так есть переодевалка. Есть топчаны шезлонги. Большая такая площадка. Поляна. Вдали вижу сидят парочки. Чилят. Отдыхают. Ловят за закат. Ну и мы с Натальком здесь решили прогуляться. Так давайте посмотрим чистоту, прозрачность Тургаякского озера. Ну что ребята. Если камера передает. То вы сами видите. Если камера не передает. Я вам говорю. Прозрачнейшая вода. Чистейшая просто. Вправо вам показываю береговую линию. Горы. Закат. И влево. Вход в озеро. Такой щебеночно-каменистый. Здесь нет песка. Здесь нет грунта. Но камешки довольно таки мелкие. Не как в Сочи. Вот эта береговая линия. Вот эти камешки. И вход в море. Мне напомнил пляж в Анталии. Конья-Алты. Вот прям даже чистота и цвет воды такой же. Анталия не долго думая. Решила ловить лучи закатного солнца. Красиво смотришься. Красиво. И личка красная после хамама у тебя. Эти деревянные конструкции. Которые выполняют роль скамеек, лавочек. И таких вот импровизированных шезлонгов. Они вот хорошо вписываются в окружающую природу. Потому что в последнее время как-то мода была на пластик. Там на металл. Вот эти вот. Наставят этих громоздких конструкций страшных. Дерево. Дерево, оно и есть дерево. И мне здесь в этом плане нравится, что используются деревянные конструкции. Доброе утро, друзья. Третий день на озере Тургаяк. И мы хотим посетить еще одну локацию. Называется Крутики. Это смотровая площадка. К этой смотровой площадке ведет вот такая вот тропа. Начало этой тропы. Вот адрес показываю. Улица Туриста, 73А. Пойдемте. Вот дорога центральная. И вот начало тропы. Давайте пройдемте. Головой не ударьтесь об этом. Газопровод. Газопровод. Головой не ударьтесь по этой газопроводной трубе. Берег голову чуть не угробил ноги. Такие джунгли. Плотный лес. Воздух хороший. Хвоей пахнет. Вкусно, как в бане. В бане бывает, а хвоей пахнет. Протяженность тропы, наверное, метров 500 всего. Вот уже видим здесь беседку. Красивый лес. Цветы, растения, кустарники. Прелесть. Красивая я. Ты тоже красивая, да. Дошли. Даже на 500 метров запахался. Так. И еще. Ух ты. Здесь ракурс еще круче. Обалдеть. Красота какая. Место называется Крутики. Слева от смотровой площадки Крутики виднеется городской пляж. Но мы на него сейчас тоже заедем. Изумительное фото место. Инстаместо. Многие делают здесь фотографии с видом на озеро. Красиво. Поедем вон там, видите, белый песочек. И мы сейчас на этот пляж поедем. Ну все, никак без ютуба. Это, наверное, лучшее место. Лучший ракурс, чтобы сделать фотографию. Или даже рилс, может быть, записать. Аккуратно, Наталья. Офигеть местечко. Вода везде прозрачная. Вода вообще на 17 метров прозрачная. Смотрите, какая чистота. Мама родная. Ну спасибо, матушка природа. Просто великолепное место. Запоминаем, ребятки. Отмечаем у себя в картах, Яндекс картах. И приезжаем сюда. Крутики. Смотровая площадка Крутики. Минуты езды от смотровой площадки Крутики. И мы уже на городском пляже города Миас. Машину нашли, где поставить. В тени елок. Давайте посмотрим, что это за пляж у нас такой. Ба! Ешки-матрешки. Красотища какая. Наталья сразу увидела. Галыш. Камень-галыш. Внутренний эстет ликует. Внутренний эстет? Ну ты же визуал, да? Да. Я так понимаю. Так, давайте, ребят, посмотрим, что у нас здесь под ногами. Это не песок. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, тонкий-тонкий слой песка. Положенный на грунт. Даже не знаю. Как это назвать можно, Дэн? Никак. Никак. Почва. Земля. Дошли, ребят, до центральной точки этого пляжа. Людей здесь достаточно много. Почему-то вспомнилась она по Сочи. Давайте посмотрим инфраструктуру. Деревянные скамейки. Есть зона фудкорта небольшая. Урны красивые. Деревянная переодевалка. И вышка спасателя, вижу, впереди. И мы видим, что здесь можно взять на прокат сабборды. Вдали запахло Крымом. Шаурма, донер, кебаб. Крыму, ребята, донеры очень вкусные. Вначале я хочу потрогать воду на градусы. Так, около берега. Ну, так, нормально. Ну, градусов 21, наверное. К вечеру еще прогреется. Озера обычно быстро прогреваются. Они ночью быстро остывают, но и днем быстро нагреваются. Как тебе по ощущениям вода? Холодная. Тебе холодная показалась. Но зато, ребята, холодная, не холодная, но зато какая чистая. Прозрачная. Одна часть пляжа у нас открытая, видите, без деревьев. Вот так вот переходим. И здесь другая часть пляжа, она уже находится в тени хвойных деревьев. На любой вкус, ребята. Некоторые хотят, любят солнце сидеть. Вот я лично не люблю под солнечными лучами сидеть. Мне лучше в тенечке. Особенно, когда на улице там по 30 градусов жары. Здесь на пляже есть смотровая оборудованная площадка. Релаксировать визуально. Смотреть на чистое озеро Тургаяк. Много шезлонгов или топчанов, как мы их называем. Топчаны деревянные, экологически чистые. И зоны футкордов тянутся. Раз зона, два зона и три зона. Три зоны футкордов. Решили остановиться в этом месте. Здесь есть и тень, как бы, отойти. И солнце здесь просвечивается. Вот, взяли топчанчик. Стоимость топчана шезлонга 200 рублей. Одна штука на весь день. Смотрим водичку. Так, здесь дно у нас каменистое. В отличие от других пляжей. Прозрачное. Ух ты. Не буду выделываться. Скажу, что немножко прохладное. Еще не нагрелось в полудне озеро. Но, знаете, когда заходите потихоньку, привыкаешь. Ко мне можно, кстати, в кораллках здесь заходить. Ой, красивое, красивое озеро. Я, наверное, уже 500 раз об этом говорю. И не перестаю, не устаю об этом говорить. Заодно, ребят, давайте я вам покажу береговую линию со стороны озера. Так она выглядит. Здесь много топчанов. Здесь смотровая площадка. Бабушка кушает. И пляж переходит из зоны хвойных деревьев в открытую плоскость. Захотели шаурмы. Стоимость одной шаурмы 200 рублей. А насчет оплаты, ребята, везде здесь по-разному. Где-то можно картой расплатиться, а где-то переводом на Сбербанк, Тинькофф, Альфу. Ребят, быстро перекусываем и едем дальше, да, Наталья? Все, друзья, на этом мы выпуск с озера Тургаяк заканчиваем. Природа необыкновенная, ребят. Озеро чистейшее, комфортабельное отель. Надеюсь, вам понравилось и что-то вы взяли на заметку. Приезжайте отдыхать на этот Уральский Байкал. Выбирайте себе один из этих отелей. А какой, решать только вам. Мы нереально кайфанули. В Челябинской области ребята из Челябинска и вообще все, кто здесь рядом живут. Я вам завидую и у зависти. У вас обалденная природа. Пока!